Жанна Алпызбаева уже в студии, расскажет о новостях экономики. Казахстан стал второй страной в мире по скупке золота. Для чего мы это делаем и стоит ли игра свеч? Подробности сразу после рекламы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас пользуются Россия и Азербайджан. Однако, по словам аналитика, идея может выйти боком для стран СНГ. Так как укрепляющаяся американская валюта и падающие цены на нефть могут повлечь за собой и удешевление золота. Цена за тройскую унцию, возможно, скатится до 900 долларов уже в 2015 году. Сегодня она колеблется на уровне 1200. Казахстанские предприятия ничем не уступают европейским. Речь идет о производственной мощности. По словам председателя правления Казахстанского института развития индустрии Айдына Кульсейтова, на сегодня средняя загруженность объектов, введенных в эксплуатацию по программе ГПФИР, 70-80%. Проблемными проектами остаются только 2% из всех реализованных. Менее 2% проектов действительно являются проблемными. Там идут разбирательства, где-то там вопрос финансовый, где-то вопрос экономический, где-то есть вопросы и с правоохранительными органами отрабатываются. Но в целом я бы хотел отметить, что загрузка около 70-80% по предприятиям, которые введены. Для сравнения, в Евросоюзе в среднем загрузка 75-80%. Казахстанцы сами в силах развить экономику. Для этого необходимо стать инвестором. Сегодня это возможно. Достаточно лишь принять участие в программе «Народное IPO». Приобретая ценные бумаги Кастрансуэл или Кигук, вы поможете отечественному фондовому рынку и сделаете работу над компанией более прозрачной. Что касается собственной выгоды, то прибыль от покупки акций может достичь 15%. Есть две основные составляющие для акционера. Дело в том, что совокупный доход акционера, он состоит, во-первых, из регулярно выплачиваемых дивидендов компании, и, во-вторых, это от курсового прироста цены на акцию. Вчера акции Кастрансов закрылись по цене 877 кинги за акцию, что выше, чем 725 кинги за акцию. Еще одним городом, где прошла разъяснительная лекция, стал Талдыкурган. Финансисты напомнили, что подать заявку на приобретение ценных бумаг компании Кигук по 505 кинги можно до 3 декабря. И уже 19-го на ГАСе откроется вторичный рынок. Программа рассчитана для обычных граждан. Инвесторами не могут быть ни члены правительства, ни мажоресмены, ни сенаторы. У госслужащих право на приобретение ценных бумаг есть, однако в течение месяца они должны передать их другому лицу. О курсе валют на последок. Доллар держится на привычной отметке. Рубль и евро движутся разнонаправленно. У меня на этом все. Спасибо, Жан. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова